В нашем городе этот инженерно-творческий конкурс, организованный в рамках проекта «Школа Росатома», проходил впервые. Его главная цель – вовлечь школьников в изучение естественных наук, помочь юным талантам самореализоваться и выбрать будущую профессию. В нём приняли участие девять команд, каждая показала креативность мышления и оригинальность придуманных инженерных конструкций. Программа «Школа Росатома» призвана выявлять талантливую молодёжь с целью, чтобы эта молодёжь дальше шла учиться в вузы энергетической направленности, и, соответственно, потом применять свои знания в работе на предприятиях нашей адамной отрасли. В новом проекте «Школа Росатома» принимали участие ученики пятых-одиннадцатых классов и воспитанники учреждений дополнительного образования. У каждой возрастной группы было своё задание. Учащиеся среднего звена создавали кинетические инсталляции, цепочки движущихся объектов, запускающих движения друг друга по принципу домино. Вдохновлённые произведениями известного писателя-фантаста Жуля Верна, три команды учеников шестого класса школы номер четыре, куратор-учитель английского языка Татьяна Дашунина, создали тематические инсталляции. Ребята запускали ракету в космос, совершили путешествия Антарктида-Египет-Париж, погружались в подводный мир. Победу в конкурсе разделили команды «Наутилус» Денис Лисичкин и Вячеслав Рязаков, и «Саморезы» Александра Нерослова и Антонина Третьяк. Нашу команду вдохновили три романа Жуля Верна, «Необыкновенные приключения» Капитана Ветераса, «Пять недель на воздушном саде» и «Париж XX века». Соответственно, у нас инсталляции три части. Я делала это первый раз, но я буду делать это ещё, потому что мне понравилось. В следующей возрастной группе было предложено задание, используя ноутбук и 3D-принтер, а также комплект подручных материалов, спроектировать и изготовить механическую конструкцию, способную переправить с одного острова на другой пять гаек. Мы использовали программу «Компас» и 3D-принтера программы, как она называется. Сделана она полностью из пластика, сама по себе-то она на воде держится, но в первый раз, когда мы её запустили, она не поплыла, у нас паника. Мы её сломали, сделали по-новому. Последние недели у нас была самая интенсивная. Какие знания вам помогли, поспособствовали ваше проектирование, ваше работе? Ну, знания физики не особо, если честно. Мне больше жизненный опыт пригодился, и математика как-то не странно. Победу в этой возрастной категории одержала команда «Реликул Инженерис», куратор, учитель химии школы номер 3 Елена Нестерова. В число победителей также вошла команда «37-я параллель» Мария Шуткова и Александра Судакова, куратор-педагог Дома детского творчества Вера Шелгунова. Девочки придумали лодку с резиномотором. Работы победителей муниципального этапа будут рекомендованы для участия в финале проекта, который пройдёт 26-28 февраля в Железногорске Красноярского края. Редактор субтитров А.Семкин